Вечером маршруток мало потому, что нет пассажиров или пассажиров нет потому, что мало маршруток. Вопрос сродни философскому про яйцо и курицу. В среду специалисты Ивановской мэрии вместе с жителями и перевозчиками искали ответ. На часах полдевятого вечера в центре внимания 38 маршрут, по которому удалось найти взаимопонимание с перевозчиком. Мы его взяли в первую очередь, изменили на нем расписание, потому что в последнее время участились жалобы именно по работе 38 маршрута. Расписание совместно с комитетом, с перевозчиками было изменено после 19 часов с интервалом движения в 20 минут до 23 часов. Сейчас с нами будут регулярно проводиться и уже проводятся мониторинговые мероприятия. Надо отдать должное, что все-таки те наши просьбы, они были услышаны. И действительно сказать, что остановка опустела с наступлением темноты нельзя. Подъезжают и маршрутки, и автобусы. А вот пассажиров немного, и они скорее удивлены наличием транспорта. Жители сортировки изменением графика движения 38-й довольны. Но в целом по транспортной доступности района в вечернее время есть вопросы. Проблема добраться после 8-ми, уже туда и на конечные остановки и в Афанасово, и в Митропаново. 38-я ходит, в общем-то, с большими перерывами и заканчивает рано. И люди с работы долго не могут добраться домой. Есть потребность? Конечно. Есть вечер? Конечно, есть. Потому что заканчивают и торговые центры, работать поздно. И, ну, просто даже магазины какие-то до 8-ми работают. Люди полдевятого стоят на остановке, транспорта нет. Люди привыкли, что поздний автобус – редкий гость. И с учетом этого фактора планируют свой день. А перевозчик, зная, что вечерние рейсы нерентабельны, не горит желанием впустую катать подвижной состав. И все же решение есть – долгое и планомерное. Пусть с большими, чем в дневное время, интервалами, но транспорт в вечернее время должен работать регулярно. С учетом ряда факторов. От протяженности маршрута, от того количества подвижного состава, который на данном маршруте будет работать. Ну, и, естественно, будет корректироваться в результате наших мониторинговых мероприятий. Потому что, если все-таки жители, главным критерием будет отсутствие жителей на остановках в вечернее время и работы транспорта. А вот взгляд на проблему с другой стороны. Горожане должны быть уверены в том, что смогут уехать после девяти. Тогда и желающих воспользоваться общественным транспортом будет больше. Пока же такая привилегия есть только у пассажиров 38 маршрута. Если будет к нему общественный интерес, не исключено, что это первая ласточка масштабных транспортных изменений. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин